Тем временем самое время связаться не только с ней, но и с нашим городом Жемчужной Крыма. Выгодное предложение в межсезонье для отдыхающих. Теперь приобрести путевки со скидками можно и в санатории Южного берега Крыма. Подробнее об этом нам и расскажет Виктория Шевченко. Она на прямой связи со студией. Доброе утро, Виктория. Что за программа такая? Какие здравницы принимают в ней участие? Доброе утро, Александра, Александра. Да, 8 здравниц Крыма вошли в программу «Открытый юг». Что это за программа? Для чего она необходима? Что она даст? Мы поговорим сегодня с заместителем директора по медицинской части санатория Кирова Владимиром Уколовым. Владимир Петрович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это программа? Что она даст? Значит, в эту программу «Открытый юг» вошло 8 санаториев. Они все уникальны по своему расположению, по своим методикам, по своему подходу к лечению. Наша задача, наш очень благоприятный климат и наши рекреационные возможности использовать круглогодично. Для этого принято решение создать вот эту программу. И туда вошли достойные санатории. Один из наших, один из этих санаториев, это наш санаторий Кирова. Я уже говорил, что каждый санаторий имеет свои методики, свои подходы и так далее. У нас тоже свои оригинальные подходы к приему наших будущих пациентов в смысле оздоровления и приведения всех функциональных и физиологических норм человека к статусу. Одно из направлений в нашей деятельности на фоне 17 программ, которые мы разработали у себя в санатории лечебных, уникальная новая программа, которая прошла сертификацию на уровне интеллектуальной собственности санатория, это программа коррекции нарушений метаболического синдрома, путь к долголетию. В чем суть? Значит, в этой проблеме существует очень много причин, как со стороны внутреннего содержания организма, так и внешних факторов. Вот это нарушение синдрома метаболизма... К чему он ведет, это нарушение синдрома? Да, это ведет к различным заболеваниям. Это сахарный диабет, это ожирение, это недостаточность гормональной составляющей, это инфекционные проблемы, это церебропатии всевозможные, которые возникают на этом уровне. Поэтому, чтобы откоррегировать их, вот мы и создали эту программу. Программа емкая, научная. Она включает в себя много компонентов. Значит, первый этап – это обследование полностью, чтобы найти причину. Второй этап – это налаживание диетических мероприятий. И третий этап – это медикаментозный. И самый главный этап – это тот набор уникального оборудования, который присутствует у нас в санатории. Это физиотерапия, это озонотерапия, это барокамеры, это реабоксы, это 51 вид больного лечения, то есть ванной. Это все, что доступно тем, кто у вас может быть в санаторий. И вот эти все воздействия, они включены в эту программу. Это не просто так. И когда они работают один за другим, идет изучение организма, реальная помощь ему и употребление всех этих возможностей, которые... То есть я так понимаю, Владимир Владимирович, что вы этой методикой своей, вы готовы поделиться с теми санаториями, которые будут участвовать в программе «Открытый Крым». То есть вы делитесь своим опытом, и все санатории работают как один единый механизм на прием наших туристов и также, я понимаю, местных жителей. Спасибо за вот такую хорошую подсказку. Мы сейчас в марте месяце проводим всероссийскую большую научную конференцию, открытую конференцию с приглашением всех руководителей наших здравниц к нам на базу в санатории Кирова, где будут выступать ведущие специалисты России, профессор Верещагин, профессор Кузнецов, доцент Дубинин. Владимир Петрович, я думаю, что у нас это будет еще отдельная тема разговора, потому что это действительно очень интересно поговорить о здоровье и, конечно, о том, как мы будем принимать туристов. Александр, Александра, я передаю вам слово. Большое спасибо, Виктория. Желаем вам отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи была Ялта и корреспондент для радиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.